Так, Егор, ну что, кому из родственника будем звонить? Да не надо никому звонить, я прошу вас, ну пожалуйста. Как не надо? Надо сообщить, что ты попал в плен, они же переживают там за тебя. Да кто там за меня переживает? Они там все конченые такие, вообще им всем пофиг на меня. Пожалуйста, давайте не будем звонить там никому, я прошу вас. Даже матери до вас нет дела? Да конечно нету, ну че вы. А зачем она тогда вас родила? Во-первых, это пособие на ребенка. Во-вторых, бесплатная еда. У самой себя можно полгода сиську сосать, когда кушать хочется. Пожалуйста, не надо никому звонить, я прошу вас, ну пожалуйста. Слушайте, ну мы обязаны кому-то сообщить. Давайте жене позвоним тогда. Вот, как зовут? Натаха. Хорошо. Алло, Наталья? Да. Добрый день. Кто вам сказал, что он добрый? Ну так люди обычно здороваются. Добрый день. А кто вам сказал, что так люди обычно здороваются? Ладно, это не важно. У нас в плену ваш муж. Ваш муж? Нет, ваш муж, Егор. А кто вам сказал, что он мой муж? Ваш муж сказал, что он ваш муж. Егор? Да. Вы можете ему что-то сейчас сказать, он возле меня сидит. Кто вам сказал, что он сейчас рядом с вами сидит? Я. Я вас ставлю в известность. А кто вам сказал, что я хочу стоять в известности? Тем более сейчас. Наталья, вы можете каждый раз не говорить, кто вам сказал? Так будет проще. Могу. А кто вам сказал, что так будет проще? Короче, вы хотите с ним пообщаться? Я? Да. С ним? Да. Пообщаться? Да. Нет. Как? Вы не хотите с ним поговорить? А кто вам сказал, что не хочу? Ну, вы это только что сказали. Кто вам сказал, что это я только что сказала? Наталья, вы издеваетесь? Нет, я одета. Так, до свидания. Теперь вы поняли, что не хотел ей звонить? Действительно понял. Ладно, отец есть? Есть. Как зовут? Градей Градеевич. Ему не надо звонить, пожалуйста. Да нет, мне уже интересно. Алло. А кто вам сказал, что алло? Понятно. Градей Градеевич, до свидания. Девочки. Ну, батя, ну, м***я. Что, вообще ничего хорошего до тебя не сделал? Да он постоянно в детстве каждый раз бил меня. Каждый день. А ведь он с нами даже не жил. Просто приходил каждый день, чтобы меня просто бить. И вообще ничего хорошего не сделал. Не, ну чё, ну, в гараж меня каждые выходные брал. Им там с мужиками бухать было не на чем. У меня ж спина ровная тогда была очень. Как бы... Так, кому ещё будем звонить, ну? Давайте мамке позвоним. Не знаю. Надеюсь, хоть мамка у тебя в адеквате. Не, мамка в Сыктывкаре. Как зовут? Тамара Егоровна. Хорошо. Алло, что? Тамара Егоровна. Что, Тамара Егоровна? Ну, вы, Тамара Егоровна. Тамара Егоровна, а что? Ваш сын у нас в плену. Что мой сын сейчас в плену? Находится у нас. А, ну как у вас находится, пусть к нам приходит ходить. У нас тут есть где находиться. Может, вы хотите ему что-то сказать? Что сказать? Ну, что-то, что хотите. Что-то хочу. Ну, так скажите. Пирожное. Я имею в виду, что бы вы сыну сказали. А он сейчас с вами? Да. Да, мам, я здесь. Мамуль, я здесь. Сынок, привет. Да. Хочу пирожное. Мам, я в плену, ты слышишь? Какое пирожное? А какие у вас там есть? Так, все, ложите трубочку, пожалуйста. Подожди, подожди, сынок. Сынок. Да, мам, да, что, мам? Ты сказал трубочку. А с чем трубочки? Со сгущенкой? Пирожное. 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 Так, кому еще звонить будем, а? Ну, подумай. Может, брату или племяннику? Да нет, со мной ни брат, ни племянник не разговаривай. Почему? Потому что племянник узнал, что я его батя. Вот оно так, да? С кем ты чаще всего общаешься вообще? С кем? Ну, с Кумом. Вот, его наберем. Как Кума зовут? Кум. Ну, имя у Кума есть. Кстати, может быть. Я просто его всегда Кум называю. Кум, Куманек, Кумец, Кумела, Кумыс, Каракум, Куркума. А, нет, Куркума это Кума. Каракум. Хорошо, в телефоне как он у тебя записан? Валера. Валера Кум. Понятно. Алло, это Кум Валера? Ну, Кум, и чё? Ваш Кум Егор сейчас в плену. Ну, в плену, и чё? Я подумал, может, вы хотите с ним поговорить? Ну, хочу, и чё? Ну, пожалуйста, он вас слышит. Ну, слышит, и чё? Ну, договорите. Ну, а говорить-то чё? Кум, это я, Кум. Ну, и я, Кум, и чё? Чё ты там? Да вроде ничего, а ты чё? Я в плену. Да ты чё, а чё? Уздался, чё? И чё? Да ничего. Да как ничего, если чё? Удался-то чё? Ну, ранили в плечо. И чё? Чё, чё, бин через плечо. Ну, чё там в плену хоть жрать-то дают, чё? Ну, сегодня ел харчо. Ну, ничего. А на второе чё? На второе Карпаччо. Чё, чё? Карпаччо. А это чё? Не важно, ничего. Так я звонил-то, чё? Ну, рассказать как, да чё? Ага, так я не понял ничего. Ну, ты звони, если чё. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Содержательная беседа. Коротко, лаконично всё, по фактам. Так, кому ещё будем звонить, а? Кто у тебя ещё есть в телефонной книге? Это... Ну вот, сестра же есть! Вот, сестра! Не-не-не, ей точно не надо. Я после развода с ней не разговариваю. Ну, в смысле, после того, как она с мужем развелась? Не, после того, как она со мной развелась, я с ней не разговариваю. Понимаете, у нас как бы городок маленький, а я жених завидный, ё... То есть у вас это нормально? Не, ну если батя с мамкой так сделали, нам-то чё? Так, давай. Крёстный! Вот, крёстный! Не, это вообще тварь редкая! Он меня, когда крестил, после перепоя был, всю воду из тазика выпил, меня потом просто под этой жестяной чашей поелозил, и всё. Не надо ему звонить. Ладно, а вот это вот, Фёдор, отказите от армии. Это кидало, удалить этот номер вообще, нафиг. Слушай, я не собираюсь всю твою телефонную книгу пересматривать. Скажи, кому можно набрать? Да бабка только осталась. Ну, ей точно звонить не надо. Она вообще там старая. Мы вообще всей семьёй не понимаем. Вообще что-то мелит такое непонятное. Давайте не будем ей звонить. Ну почему? Давайте попробуем всё же. Так. Алло! Алло, здравствуйте! Доброго дня! А кто это? Вы разговариваете украинскую? Так, звичайно. А якою же ещё мовою я повинна в Херсоні спілкуватись? Ну чего это она говорит? Вообще непонятно ничего. Сейчас разберёмся. Скажите, будь ласка, як я можу до вас вертатися? Пані Стефанія! Пані Стефанія! Пані Стефанія, ваш онук Єгор під Ізюмом потрапив в наш полон. Боже, яке кончене! Чё она мелит там? Непонятно ничего. Говорит, гордиться тобой. Може, вы ему щас хочете сказати? Та шо йому казати? Я вже стільки років йому талдичу. Вивчаю украинську мову. Чё она горит там? Непонятно. Говорит, чтобы ты учил украинский. Та нахрена нам не надо вообще? Боже, яке кончене! Чуешь, сынку, а як тебе звати? Вова. О, тоді я хотіла б сказати Вова. Еб***ь їх, бл***ть! А я тобі буду поможать! Така че договорились-то? Що я тебе скажу, Егор Гордеевич? Поздравляю! Все-таки один нормальный родственник у тебя есть. Есть, да? Да. И мой тебе совет. Начинай учить украинскую мову. Потому что даже в Сыктывкаре она тебе пригодится. Все, пакуйте его. Така че я одето?